Одним словом получается, что фактически устами своего бывшего генерального секретаря Альянс диктует Тбилиси самый, видимо, приемливый для НАТО путь развития. То есть отсеките проблему нерешенных территориальных вот этих вопросов, то есть с которыми они не могут войти в состав НАТО. То есть признайте, ну так получается, да, что признайте независимость бывших автономии Абхазии и Южной Осетии и тогда добро пожаловать в наш Альянс. Но что от этого получает сама Грузия, кроме вот каких-то имиджевых, может быть, там, репутаций или не знаю. То есть насколько самой Грузии это интересно быть в составе НАТО, но уже без части своих территорий, которые фактически они потеряли уже в 2008 году, даже раньше, в начале 90-х, когда Абхазы и Астины с оружием в руках добывали себе независимость и свободу проливали за нее кровь. То есть Грузия не смирилась с этим, но де-факто и потом уже Деюре, она никаких не может распространять функций на Абхазию и Южную Осетию. Но тем не менее она зацепилась за эту, как бы, возможность их вернуть каким-то в будущем, может быть, военным путем. А нет ли в этом такая какая-то хитрость? То есть мы вас сначала принимаем без Абхазии и Южной Осетии, вы входите в состав блока, а потом мы уже вам помогаем действительно вернуть эти территории. Грузинское руководство президента недавно заявило, что они никогда не забудут, что Южную Осетию и Абхазию не вернут в любом случае. И грузинская элита правящая понимает, что вернуть они не могут в одном случае эти территории, в случае развала Российской Федерации. То есть в случае каких-то деструктивных процессов по развалу государства Россия, на что они, в принципе, и работают, то тогда в этом случае появится небольшой шанс вернуть эти территории. Точно так же по Украине. Единственный шанс у них вернуть Крым и ДНР, ЛНР, это вот развал Российской Федерации, о чем заявил Коломойский такой сейчас видный политический деятель на Украине. Они это прекрасно понимают. Естественно, они будут все силы средства для этого использовать. Но по поводу какая вот этого польза будет, опять же, кому? Грузинскому народу от этого будет очень перспективен, могут быть очень большие неприятности и проблемы. Я еще раз говорю, стать полем битвы ядерных держав, это не самая радужная перспектива в жизни. Для грузинской правящей элиты, ну, а ее элиту никто и не спрашивает. Она полностью встроена в западные структуры, она не субъект, это не те люди, с которыми ведут переговоры, или которых упрашивают, им просто отдают указания. Их же не спрашивают, просто дали указания, они должны воплотить это в жизни, каким-то образом объяснить населению. Вот все, что будет сейчас происходить. Они будут объяснять населению, да, что мы сейчас вот это как бы признаем, вступим в НАТО, укрепимся, сделаем другую армию и потом заберем. Вот именно так они сейчас и будут рассказывать в своих грузинских там информационных ресурсах. Что оно будет на самом деле, я не знаю. Но я еще раз подчеркиваю, никто не спрашивает этой ситуации, что об этом всем подумает другой субъект всей этой большой игры, это Российская Федерация. Она просто взирать на это дело не будет, потому что там ее геополитически, так сказать, ну, опасность у нее большая очень. Быть выдавленной полностью из-за Кавказа. Потому что я плохо себе представляю американскую военную базу в Горе и российскую в Цхинвале. Это как-то очень такая, из фантастического фильма сюжет. Поэтому будет борьба сейчас большая за Грузию. Я сейчас буду, я ожидаю сейчас встречные ходы уже российской стороны по этому поводу. Какие будут встречные ходы, какой ждать борьбы и какие действия должна сейчас предпринять Москва или тот же Цхинвал? Почему-то юго-осинские политики, политическое руководство Южной Осетии никогда не комментирует или с каким-то опозданием реагирует на такие громкие заявления. Хотя, я думаю, их это тоже должно, если не беспокоить, то хотя бы интересовать. Пока что из Цхинвала никаких заявлений не последовало. Ну вот видишь, общественность Южной Осетии наверное услышала наши с тобой такие призывы, его собирать создавать национальную гвардию. Наконец-то давно пора, уже надо было это делать несколько лет назад, создавать национальную гвардию. То есть, все, что должна делать Южная Осетия на сегодняшний момент, это укрепляться, мобилизовать население, укрепляться, тренироваться, готовиться к самым худшим сценариям. Как говорится, готовься к худшему, рассчитывай на лучшее. И прекрасно понимать, что началась большая игра, большая битва за Кавказ, ее можно назвать. Она сейчас начинает разворачиваться на наших глазах. И в этой битве, поле битвы оказывается именно Южная Осетия, Грузия, Абхазия, вся эта территория оказывается именно поле битвы. Со всеми остальными перспективами, которых дальше я не хочу описывать, чтобы просто никого не пугать попусту. Ну, вдумайтесь просто. Ну, как думаешь? База НАТО в Грузии, которые готовятся воевать с Ираном. И Россия, которая не хочет, чтобы они воевали с Ираном. Она же будет этому противодействовать. Единственная позитивная стратегия России в данном случае, это сделать все возможное, чтобы на месте Грузии оказалось много прекрасных, хороших, уютных, маленьких государств. Не знаю, там Аджария, Сванетия, Кахети. Много маленьких государств будет, республик независимых, маленьких, но гордых. И все. И с ними уже выстраивать некие взаимоотношения. Без этого шовинистического кубла, которое вот сконцентрировано в Тбилиси. А Тбилиси такой прекрасный город-государство сам себе. Если получится так сделать, то, конечно, никакому НАТО эти маленькие осколки интересны не будут. А самое главное, что надо сделать, это отрезать от Черного моря. То есть порт Поти, опять же нефтепроводы, которые идут в Турцию, нужно полностью взять под контроль. Порт в первую очередь. Потому что именно он стратегически нужен НАТО. Туда будут причаливать корабли, выгружать вооружение, ввести его в аэропорты, подскок, снаряды, бомбы, загружать самолеты и вот бомбить Иран. Порт ключевая штука в этой всей истории. Если отрезать у Грузии порт, то Грузия перестанет быть интересной для НАТО. Она им не нужна будет. Вот за это и будет борьба в ближайшее время разворачиваться. То есть ты обозначил четко, что никаких плюсов для Осетии вступление Грузии в НАТО не несет. Но может быть ты еще дополнишь, какие риски это преподносит, потенциальные риски дополнительные, кроме возможно военного решения, но и может быть еще какие-то территориальные. Ну какие риски, ничего себе, какие риски. Кстати, я тебе еще раз говорю, поле битвы двух ядерных держав, это и есть как бы проблема большая. Но в случае того, что я говорю, позитивного развития ситуации, когда на территории Грузии окажется много прекрасных, маленьких, но гордых республик, тогда, естественно, мы имеем все шансы вернуть наши исторические территории, Тершагом, Гудеком, Казбеги и все остальное. И как бы вернуть полноценно, как бы обрести территориальную целостность республики Южная Осетия. Тогда она будет гордо уже именоваться Аланией, имея под контролем обе дороги в Закавказье. Ну и соответственно, все наши там традиционные места обитания. Ну вот такие вот две перспективы. С одной стороны, перспектива вступления в Грузию и НАТО, она признает эти государства, но там появляется блок НАТО с ракетами, со всеми историями, очень неприятными. И в перспективе эта территория может стать полем битвы между Россией и вот этими вот товарищами. Либо делать все возможное, прилагать все усилия, чтобы на территории Грузии появилось много маленьких, но гордых республик. И естественно, отрезать Грузию от порта. Потому что Черное море нужно отрезать. Это ключевая вещь, которая нужна в логистике для войны. Вот этого надо отрезать. Ну и нефтепроводы, соответственно, тоже. Все. Вот две перспективы. То есть наш сценарий, грубо говоря, да, такой, и их сценарий. Какой победит, посмотрим. А южно-сидии нужно понимать эти оба сценария, лавировать там между этими всем. Ну, куда-нибудь активную позицию занимать. Но для этого нужно понимать, что происходит. Понимаешь, а когда многие политики говорят, что там идет война за тальки, за прасы мрамора, мне просто опускаются руки. И я понимаю, что, ну, понимание, как бы, не на том уровне. К сожалению. Поэтому вот нужно так осознавать, что происходит. Большая игра, ребята. Война за Кавказ началась. Продолжение следует...